МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Крымулиф, программа о том, как живут крымчане в оккупации и вынужденном переселении. Сегодня в выпуске о таких темах. Российский приговор. Крымских политзаключенных Сенцова и Кольченко осудили на 20 и 10 лет колонии строгого режима. Праздник в каталажке, как в Крыму отмечали День независимости Украины. Украинскому активисту Александру Костенко смягчили приговор. Защита намерена продолжать борьбу. Претензии к агрессору. Украинские власти сформировали четвертое межгосударственное заявление против Российской Федерации. Станут ли выборы справедливыми? Переселенцам из Крыма и Донбасса обещают вернуть право голоса на новых местах жительства. Первый фестивальный год на материке. Крымский фестиваль «Зетгеймс» после оккупации полуострова возродился в Одесской затоке. Очередной запрет. Российские власти назвали товары известных мировых марок опасными для здоровья. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Крымский анархист Александр Кольченко получил в два раза меньше – 10 лет лишения свободы. Коллегия военных судей под председательством Сергея Михайлюка признала обоих осужденных виновными в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В те минуты, когда Сенцова и Кольченко зачитывали приговор, на свободе их друзья, коллеги, соотечественники и небезразличные люди собрались под российским посольством в Киеве, чтобы поддержать политзаключенных и показать оккупантам свое единство. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Киеве, а так само в этот момент у Парижа, а дещо пізніше сьогодні у Варшави і в Стопольмі відбуваються акции біляросійських посольств, аби показати, що ці люди не мають бути у вязниці, вони мають бути випущені, вони мають бути звільнені, жодні звинувачення їм не можуть бути подъявлені, а ті, які є, мають бути спасовані як нікчемні. Ну і врешті-решт, що дуже важливо, їм треба писати листи. Це базова річ, про яку ми постійно забуваємо, але людям за гратами, особливо в російській вязниці, дуже треба отримувати висточки, щоб про них не забули. Тому ми допомагаємо організовувати, в тому числі і компанії «Листіва». Не все участники лично знакомы с Олегом і Олександром, но говорят, прийти і підтримати – це мінімум, що обязанні сделать патриоты України. Це тот случай, коли абсолютно не важно, було ли лично знакомство чи нет, тому що солідарність і підтрима – це те, що можна зробити для тих, хто несправедливо терпит репрессії, хто зараз знаходиться в тому місці, куди ніхто би із нас не хотів попасть. Несмотря на те, що пикет проходив під стенами российського посольства, участники висказували недовольство і по отношению к українським властям. По мнению іменитих режиссерів, судьбу политзаключенних необхідно обсуждать. На самом высоком уровне і решати вопрос їх освобождения. Одним із первих на приговор отреагував президент України Петр Порошенко. Правда, пока только в Фейсбуке. Советують Сенцова і Кольченко держаться. Нам кажуть, що вона щось робить, але те, що вона робить, ми бачимо результат. Якщо самі не вміють досвідом поділитися, спитати, як це робила Америка, Німеччина, Франція, чи було б таке, що півтора року краще люди нашої держави, найкраще, сидять у ворога. Защита Сенцова і Кольченко намерена обжалувати їх приговори. Сами ж політзаключенні верять в то, що весь срок їм сидеть не придеться, поскольку диктаторський режим Путина в России падет гораздо раньше, уверены они. День независимости Украины в Симферополе по традиции отметили возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Букеты оформлены в жёлто-синей гамме и до сих пор лежат здесь. Продолжилась и другая крымская традиция. Активистов, выразивших своё отношение к дню рождения украинского государства, задержали оккупационные правоохранители. Силовики ожидали несанкционированного митинга, поэтому людей с цветами приняли за его участников, говорит один из задержанных активистов. Сотрудники полиции сказали, что есть у них такое, что мы проводили несанкционированный митинг. И поэтому попросили проехать с ними. Перед этим спросили, надо ли к нам применять спецсредства или не надо. К счастью, нам не стали их принять. Приехали мы в центральное отделение полиции. На нас не был составлен ни административный протокол, ни протокол доставления в участок. Кроме Кузьмина, в участок отвезли ещё двух симферопольцев. Всех троих через полтора часа выпустили и даже принесли извинения. Однако для Кузьмина подобные задержания уже привычны. Ведь он один из немногих, кто в условиях негласного запрета на использование украинской символики в Крыму, продолжает проявлять свою гражданскую позицию. Они очередной раз показали, что они не дадут проводить проукраинские акции, праздники. Во вторую очередь это опять запугивание. А вот в Керчи ситуация сложнее. В понедельник 24 августа троих горожан, которые вышли к знаменитой горе Митридат с украинским флагом, арестовали. А один из них сейчас отбывает 15 суток. Поход к Митридату оккупационные правоохранители расценили как мелкое хулиганство, якобы из-за некультурного поведения участников акции. Проукраинские активисты считают, что оккупационные власти и полиция в Крыму нарушают законы Российской Федерации и притесняют граждан по этническому признаку. Мы живем тихо, мирно, не призываем ни к чему. Поэтому я не вижу причин, почему я должна бояться быть и говорить о том, что я украинка. В этом нет никакого преступления. И наоборот, мне кажется, что такие праздники запрещаются. Это есть ущемление нас, как наших человеческих прав и достоинств. Активисты Украинского культурного центра также планировали провести митинг ко Дню независимости Украины. Однако акцию запретили, сославшись на нарушение сроков подачи уведомления в городскую оккупационную администрацию. Более того, некоторым проукраинским активистам вручили предостережение. Их действия крымские оккупанты расценивают как экстремизм. Адвокат Джимиль Темишев намерен оспаривать это в суде. А если нет, тогда мы будем заставить на то, чтобы действия закрывающих прокуратуры признали незаконным. Речь идет о том, о недопустимости нарушения кондиционных прав этого государства. То есть, чтобы сотрудники правоохранительных органов не злоупотреблялись разношными правами. Запрет на публичное празднование Дня независимости Украины на полуострове крымские активисты также считают незаконным и собираются его оспаривать. Ведь запрета на использование украинской символики в законодательстве Российской Федерации нет. На самом деле, действительно, уже не первый раз в Крыму фиксируется, еще и в прошлом году были уже зафиксированы случаи определенных санкций по отношению к тем людям, которые использовали украинскую символику. Например, решения, которые были в связи с 9 мая по Шапуржееву Вильдару, по Леониду Кузьмину, там сказано, что как раз-таки украинский флаг не запрещен и не является экстремистской символикой. Однако людей привлекли якобы за нарушение митингов, собраний, то они уведомления не подали, то еще что-то. То есть, это по сути фабрикация этих дел для того, чтобы реально людей по факту напазать, конечно, за украинский митинг. Таким образом, действия оккупационных спецслужб и правоохранителей, которые задерживают крымских активистов и выписывают им штрафы, нарушают не только украинское и международное законодательства, но и российские законы. Окупационный Верховный суд Крыма частично удовлетворил апелляционную жалобу активиста Евромайдана Александра Костенко, частично изменив приговор Киевского райсуда Симферополя. Почти два месяца назад Костенко был признан виновным в причинении вреда здоровью сотруднику спецподразделения «Беркут» во время противостояний на Майдане в Киеве, а также хранении частей огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы. За приговором последовала апелляция. Удовлетворена она была в очень малой части. Сейчас совокупное наказание составляет три года и одиннадцать месяцев, вместо четырех лет и двух месяцев, то есть на три месяца наказание снижено. Защита Костенко останавливаться на этом решении не намерена. Адвокат Дмитрий Сотников обратится с жалобой в Кассационный суд для дальнейшего обжалования приговора. По мнению защиты, апелляция, как и суд первой инстанции, не учли тот факт, что большинство свидетелей, которые подтвердили бы невиновность Костенко, не были допрошены, поскольку находятся на материковой части Украины. Кроме того, апелляция проигнорировала доводы защиты о том, что ствол огнестрельного оружия, в хранении которого также обвинили Костенко, очевидно, был ему подброшен, поскольку понятые не видели его во время обыска в квартире осужденного. Тем не менее, тот довод защиты о том, что статья 222 предусматривает как хранение огнестрельного оружия целиком, так и его часть составных частей, и что не просто были найдены, разобраны огнестрельные оружия, а был найден один ствол, из него нельзя производить выстрела самостоятельно, без установки его на спусковой механизм. По словам Сотникова, на данный момент уже подготовлена жалоба и в Европейский суд по правам человека, которую в ближайшее время направят. Следует отметить, что за время следствия и суда здоровье Костенко значительно ухудшилось. С рукой у него большая проблема, и вряд ли она восстановится, как сказал специалист. Рука не гнется. То есть, все действия он до конца жизни будет производить не двумя руками, а одной, которая у него правая рука. Сейчас он даже умыться не может, потому что эта рука под прямым углом у него не зевается и не двигаются пальцы. Увечья Костенко получил после пыток, с помощью которых оккупационные силовики в Симферопольском СИЗО выбивали из него нужные показания. Защита Костенко просит привлечь к уголовной ответственности начальника СИЗО Игоря Левенца и старшего лейтенанта ФСБ Артура Шамбазова, которые, по словам адвоката, применяли Костенко физическую силу. 27 августа в Северокавказском окружном военном суде рассмотрят апелляционную жалобу защиты Костенко по факту отказа крымским военным гарнизонным судом в возбуждении уголовного дела по факту пыток над украинским активистом. Министерством юстиции подготовлено четвертое межгосударственное заявление по фактам российской агрессии против Украины. В нем собраны многочисленные примеры нарушений прав человека в оккупированном Крыму и регионах Донбасса. Среди таковых – обыски в домах крымских татар, школах и мечетях, притеснение по этническому признаку, нарушение права на свободное волеизъявление, свободу слова, а также нарушение международных принципов при формировании оккупационных органов власти. После так называемых Минских угод, после складывания оккупационного режима Российской Федерации не только в Крыму, но и в округих районах Донецкой и Луганской областей, можно утверждать про системные, периодичные или постоянные порушения прав человека, предоставлено их Европейской Конвенцией. И именно поэтому мы склали новую международную заявку с методом максимальной документации этих фактов и установленным Европейским судом в праве человека соответствующих порушений. На данный момент в Минюсте продолжают работу над сбором и анализом фактов нарушений прав человека в Крыму и оккупированных регионах Донбасса. Для этого в различных регионах страны открыты 100 правовых приемных, которые собирают информацию от пострадавших в результате российской агрессии. Каждый украинец может также обратиться к этому центру за помощью подготовки индивидуальной заявки против Российской Федерации к Европейскому суду с права человека, если вы потеряли деньги, або ваши близкие, або ваша семья пострадала от агрессии Российской Федерации. В дальнейшем эти факты войдут в очередные межгосударственные заявления Украины против России. Таковых на сегодня уже четыре, при том, что за всю историю практики Европейского суда по правам человека их было всего 16. Таким образом, украинские чиновники пытаются добиться справедливой сатисфакции для государства в связи с российской агрессией. Переселенцам из Крыма и зоны АТО хотят вернуть право голосовать на местных выборах не по месту регистрации. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент Украины. Его авторами является группа народных депутатов из различных фракций. Слава богу, достаточно депутатов с разных фракций подписали этот проект закона. И мы будем на ближайшей сессии его инициировать. И считаем, что на сегодняшний день нет ни одной причины, по которой эти граждане должны быть лишены конституционных прав. В открытом доступе законопроекта об обеспечении избирательных прав переселенцев пока нет. Однако его авторы уверяют, что он позволит исправить законодательную несправедливость, которая закреплена на сегодняшний день в законе о местных выборах. Он, напомним, лишает права голоса как минимум полтора миллиона переселенцев, поскольку не позволяет голосовать ни по месту регистрации. Изменить ее, например, крымчанам проблематично. Для того, чтобы сберегать беспроблемный, больше-менее беспроблемный въезд до Крыма, до родичей, або до места похождения своих родителей, доступа до своей нерухомости, возможности реализации такой нерухомости, возможности иметь право на спадщину, они не могут и, в принципе, не хочут изменять место регистрации крымского. Запрет голосования для переселенцев, по мнению экспертов, противоречит международным правовым нормам, Конституции и законам Украины. Авторы альтернативного законопроекта нашли способ, как это исправить. Скористаться и обеспечить процедурное право смогут те, вымешенные перемещенные люди, которые психологически приняли для себя решение, что они жители тех территориальных городов, в которых они сейчас проживают. И если на основе этих доказательств они пишут эту заявку в орган ведения государственного реестра и изменяют свою выборчую адресу, то как раз с качеством механизма и запрещения манипуляциям этими голосами мы предлагаем вести определенный мораторий протягом 365 дней на другую измену этой выборчей адресы. Таким образом, если парламент примет законопроект, переселенцы из Крыма и зоны АТО смогут проголосовать уже на ближайших местных выборах в октябре. Напомним, среди переселенцев более миллиона потенциальных избирателей. Притом они, по мнению общественников, как никто другой, знают проблемы людей. Инициаторы законопроекта надеются вернуть переселенцам право голосовать на выборах уже в середине сентября. Если же законопроект не получит поддержки в парламенте, обещают обратиться за помощью к международным правозащитным организациям. Z-Games – фестиваль альтернативных видов спорта, который несколько лет проходил в Крымской поповке, на территории Республики Казантип. Там молодежь из различных регионов Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья, не только наблюдала за соревнованиями кайтеров, вейкбордистов, роллеров, скалолазов и танцоров, но и участвовала в мастер-классах. В среднем, рассказывали тогда организаторы, за неделю фестиваль собирал несколько десятков тысяч участников. В прошлом году организаторы не стали проводить фестиваль в оккупированном Крыму, а в этом году стало известно, что Z-Games переехал в Одесскую затоку. Несколько месяцев понадобилось на то, чтобы подготовить и пляж, и прилегающую территорию к соревнованиям. Волонтеры рассказывают, экскаваторы работали круглые сутки. В итоге теперь по внешнему виду территория напоминает далекий крымский Казантип. У нас экскаваторы достаточно высокого уровня и по качеству спортивной конструкции, по уровню организации. И спортивное сообщество, оно с хорошей коммуникацией. Все знают, что мы делаем, и слух об этом распространяется из уст в уста. Поэтому ребята едут не благодаря рекламе, а благодаря рекомендациям в своих друзей. Несколько фестивальных дней от заката до рассвета здесь звучала музыка. Продолжались соревнования и мастер-классы. Выступали белорусские Брутто, российские Тесла Бой, приехал даже американский рэпер Икс Зибит. Гости фестиваля уверяют, вопрос ехать или не ехать сюда не стоял. Главное, что Z-Games возродили на материковой Украине. Много друзей, много знакомых здесь, поэтому я тоже здесь, наверное. Собственно, сегодня были кайтовые соревки, там поучаствовал, занял третье место. Но в первую очередь, наверное, это хорошо, что тут немножечко были ребята не подготовлены на первые дни, но вчера-сегодня уже исправились. Сегодня наблюдали велосипедистов, очень красивые ребята прыгают. Ну и две рампы, тоже очень симпатично. На новой локации это происходит в первый раз. И в первый раз всегда есть некоторые определенные вопросы и проблемы. Но при этом всем нравится. Организаторы уверены, новая локация в отрыве от инфраструктуры Казантипа позволит фестивалю полностью дистанцироваться от него и выйти на новые горизонты. Мы были на Казантипе только гостями. Когда фестиваль закрывался, мы приезжали и на готовые инфраструктуры делали. Это было проще. Но мы не чувствовали там себя хозяевами. Мы были в гостях. Мы были привязаны к некоторой ауре места. Все-таки аура Казантипа, скажем, ну, ни для кого не секрет, какого направления для фестиваля. Она не совсем соответствовала спорту. Здесь же мы хотим основать свою землю, свою планету, планету спорта. В следующем году организаторы планируют увеличить количество дисциплин экстремального спорта. Обещают вернуть всеми полюбившийся вейкборд. Я не буду раскрывать все карты, но в следующем году ждите сюрпризов. Все будет по-настоящему. И лучше, чем было на Казантипе. За пять дней фестиваля в Затоке его посетили более пяти тысяч участников. Многие, с кем общались журналисты службы новостей «Волна», обещали вернуться сюда и в следующем году. Ваши любимые вещи все еще под домашним арестом? Тогда гарант чистоты идет к вам. Похоже, что гарант чистоты придет не ко всем. Роспотребнадзор распорядился изымать с полок российских магазинов чистящие и моющие средства иностранных компаний, таких как «Хенкель», «Проктор энд Гэмбл», «Колгейт», «Палмалиф». В ведомстве утверждают, что торговые марки с мировым именем опасны для россиян. Управление Роспотребнадзора написало письмо крупным торговым сетям и мелким розничным продавцам, в котором уведомило о необходимости изъятия из товара оборота указанной продукции. При исследовании стиральных порошков и моющих средств ряда производителей установлено несоответствие по тактикоистским показателям безопасности. Партии продукции, которые не соответствуют этим установленным требованиям и это соответствие подтверждено лабораторно, будут сняты с реализации. Производители, которые попали под российские санкции, давно известны и любимы потребителям. Они выпускают качественные стиральные порошки, зубные пасты, щетки, чистящие средства, мыло, предметы женской гигиены, а также мужские бритвы, станки, антиперспиранты и дезодоранты, а для самых маленьких – подгузники. Все, чем ежедневно пользуются миллионы граждан во всем мире, российские чиновники объявили опасным для жизни. Крымчане оказалось не против таких лишений. Они признались журналистам службы новостей «Волна», что готовы терпеть ограничения. Ну, если это хороший стиральный порошок, его запрещать – это плохо, а если он действительно вредный, то хорошо. Я предпочтение даю российским или, ну, в общем, нашим производителям. Вообще я, если бы могла, стирала бы хозяйственное мыло. Я доктор и вижу, как много пациентов страдает аллергической реакцией на все эти химические средства. Поэтому я только за. Я поддерживаю решение правительства, я поддерживаю решение Роспотребнадзор. Они стоят на правильном пути. Я думаю, что в Российской Федерации обязательно будут бороться за здоровье населения. Средства личной гигиены, конечно, подорожали, но все как бы зависит от наших зарплат, правильно? Если средства личной гигиены будут дорогие, не каждому, наверное, сможет себе позволять, он будет переходить на то, что подешевле. Это вообще не знаю. Никаких шампуней русских там, ничего не знаю. Только какие-то зарубежные. Санкции, санкции. Черт с ними, как говорится. Российским, конечно, я пользовался. Самым обычным хозяйственным мылом намного лучше, чем всякие вот это. Наливать каждый раз какие-то средства для мытья. Леноры, ваниши. Это же все не в России делается. Только запечатывается. Какая разница вообще, чем стирать? Я вообще за отечественные товары. За возрождение России. Поэтому я только за. В Роспотребнадзоре сообщают, исследования бытовой химии и моющих средств других производителей продолжаются. Что еще назовут опасным для жизни россиян, узнаем скоро. Однако российские СМИ уже пишут о том, что подобное решение озадачило российских производителей. Поэтому изымать все-таки будут не всю линейку запрещенной продукции, а лишь некоторые марки. Введение российских ограничений эксперты связывают с очередным витком торговых войн, вызванных осложнением отношений между Россией и Западом. Это были все новости этой недели. В студии работала Алексей Надрогань. Больше новостей смотрите на нашем сайте BlackCityV. А я прощаюсь с вами. До следующей недели.